В эфире «Наше время» в студии Анна Нищенко. Здравствуйте! И далее о главных событиях среды. Президент Украины на Донбассе представил нового командующего объединенными силами ВСУ, побывал на позициях военных и наградил боевых медиков. Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю. Абсолютно героические, результативные ребята. Премьер-министр Нидерландов Марк Рюте станет новым генсеком НАТО. Кто он, будущий новый глава Альянса и чего от этого назначения ждать Украине? В борьбе за правду и справедливость мы стоим рядом с Украиной бок о бок. Украина отмечает день крымско-татарского флага. Тем временем российская армия превратила временно оккупированный Крым в военную базу. Захватчики прикрываются гражданскими. Пережил чеченский плен, потерял руки и ноги, но не впал в отчаяние. Сейчас доброволец проходит лечение и протезирование во Львове. Как живет и о чем мечтает? У меня была пристрелена эта нога, эта нога была и осколковые ранения были. В эту руку мы небольшие такие. Рук сейчас просто нет, потому что обморозил руки. Пассе признала геноцидное намерение РФ в уничтожении украинского культурного наследия. В парламентской ассамблее Совета Европы насыщенный день на повестке Украина. Больше подробностей в прямом включении Страсбурга расскажет корреспондент телеканала «Фридом» Олег Борисов. Олег, здравствуй, тебе слово. Анна, приветствую. Рад приветствовать всех наших зрителей. Вот буквально недавно закончилась сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодняшняя сессия, где в свою очередь поднимался практически на протяжении всего дня украинский вопрос. В руках держу три резолюции. Оригиналы трех резолюций. Первая, которая касается уничтожения культурной идентичности. Вторая касается усиления санкций. И третья касается прав человека. Нарушения прав человека Российской Федерации во время агрессивной войны против Украины. Речь идет, конечно же, из-за временно оккупированной территории. На чем бы хотел акцентировать внимание? Все эти три резолюции авторства Евгения Кравчук, Елизаветы Ясько и делегации из Хорватии. Это очень важный сигнал, потому что именно много внимания уделяется и другими делегациями Европейского Союза к украинскому вопросу, к войне Российской Федерации против Украины. Более подробно Евгения Кравчук, член украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, рассказала о резолюции касательно уничтожения культурной идентичности Российской Федерации. Потому что это очень важный месседж, очень важный, и он также касается оцифрования всех уничтоженных либо поврежденных объектов Российской Федерации. Давайте послушаем. Резолюция четко доказывает, что уничтожение культурного наследия Украины, уничтожение нашей души, наших корней, это не просто так, это прям инструмент войны. Воруют музейные объекты, это все часть геноцидальной кампании против Украины и украинского народа. Да, убивают украинцев физически, но и пытаются стереть идентичность украинскому. Большой кусок рекомендаций, он касается Украины и помощи Украины. В диджитализации, оцифровке всех объектов культурного наследия и музейных экспонатов, всего-всего-всего. Репарации по культуре. Часть категории будет в реестре сбытки, посвящена культуре и культурному наследию. Еще важный момент. Кроме голосования за резолюции, сегодня в Парламентской Ассамблее Совета Европы проходил митинг, встреча. В Парламентской Ассамблее пришло очень много людей. Я вам скажу сразу, здесь восьмая комната, чаще всего именно в ней происходят митинги касательно Украины. Выбран один из самых больших залов и мест свободных не было. Почему так было привлечено внимание? А именно пропаже людей, как гражданских, так и украинских журналистов. Перед тем, как мы с вами послушаем прямую речь Дмитрия Лубенца, который присутствовал на данном мероприятии, это уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, я хочу озвучить страшные цифры, которые сегодня озвучил и господин Лубенец. В свою очередь известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила около 600 преступлений против журналистов и СМИ в Украине, а именно 82 работника СМИ были убиты, 34 журналиста получили ранения, зафиксировано 14 исчезновений представителей СМИ и 25 журналистов незаконно задержаны Российской Федерации. Это ужасающая цифра, которая была впервые озвучена Дмитрием Лубенцом. Давайте прямую речь касательно этой информации его услышим. Речь идет за нашими данными о сотнях случаев, когда по отношению к журналистам совершались уголовные преступления со стороны представителей Российской Федерации. Только официально зафиксированных их больше, чем 600. На самом деле цифра намного больше. На мой взгляд, Российская Федерация использует гражданских, которых незаконно задерживают, незаконно судят. В их действиях нет никакой вины. И при этом россияне задерживают массово и продолжают задерживать массово граждан Украины на временно оккупированной территории нашей страны. И также хотел бы акцентировать внимание, что кроме, конечно же, представителей украинской власти, украинской делегации, постоянно общаюсь и с представителями местной власти, с сотрудниками и представителями парламентской ассамблеи Совета Европы. И сегодня довольно-таки долго общались, кулуарно общались с Матье Мури. Это генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Разговор зашел за то, а как в целом парламентская ассамблея Совета Европы может помогать Украине еще больше достигать этих юридических и дипломатических целей, для того, чтобы, конечно же, во-первых, привлечь к ответственности всех виновных за эту войну, которую развязала Российская Федерация против Украины, ну и действовать прямо сейчас с санкционным давлением, давлением дипломатическим, юридическим. И господин Мури озвучил довольно-таки очень хорошее утверждение касательно того, что долгосрочная поддержка Украины, как минимум юридическая и дипломатическая, гарантирована. Услышим прямую речь. Мы единственная международная организация, которая приняла Украину в состав, что, конечно, позволяет нам теперь предпринимать дальнейшие шаги, потому что Россия не входит в организацию и не может блокировать принятие важных для Украины решений. Одно из главных решений, которое было принято на последнем саммите стран-членов Совета Европы в прошлом году, это создание международного реестра нанесенного ущерба, который поможет гражданам, местным властям, региональным властям, государственным учреждениям перечислить весь ущерб, который они понесли от войны. И это первый шаг для создания механизма компенсации. Ну и на завершение также добавлю, что завтра ожидается еще один очень важный день для Украины. Будет важный ивент, сайт-ивент касательно возвращения украинских детей с временно оккупированных территорий и с территории Российской Федерации. Я напомню, что по состоянию на сегодняшний день около 20 тысяч детей, официально верифицированная цифра, удерживает Российская Федерация, напомню, на территории России и на временно оккупированных территориях. Тут завтра будет, можно так сказать, и репортером, и главным ньюзмейкером Елена Хоменко. Она является вице-президентом парламентской ассамблеи Совета Европы. И именно от нее будем ждать очень важной информации и объединения всех институций в вопросе помощи, возвращения украинских детей. На сегодня пока что это все. Анна, вам передаю слово в Киев. И спасибо огромное за эти подробности. Корреспондент телеканала Freedom Олег Борисов был с нами на связи, рассказал о украинском дне в ПАСИ. Президент Украины посетил Донбасс. ПАСИ он побывал на позициях украинских военных и провел совещание, на котором представил новоназначенного командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова. Владимир Зеленский лично поблагодарил бойцов 47-й и 110-й бригад, которые держат фронт на этом направлении, а также вручил им награды. Кроме того, глава украинского государства посетил стабилизационный пункт одной из бригад, узнал о первоочередных потребностях, поблагодарил и наградил боевых медиков. В разум с главкомом сегодня заслушали доклады непосредственно с позицией. Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю. Абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил наших боевых медиков, парней и девушек, которые делают самое важное – стабилизируют раненых, спасают, максимально поддерживают. Очень трогательно видеть такую преданность и желание помогать. Провел здесь, в Донецкой области, совещание по безопасности и поддержке людей. Подробное совещание, много вопросов. И относительно обеспечения жизни – это вода, социальные вопросы, эвакуация, и относительно помощи обороне, восстановления жилья. Благодарен каждому, кто действительно на 100% делает все, чтобы наша Донецкая область выстояла. 71 боевое столкновение произошло на фронте с начала суток. Такие данные генштаба ВСУ. Самые активные направления – это Покровская и Харьковская. Подробнее о ситуации смотрите далее. Российская армия не прекращает штурмовать украинские позиции. Самое напряженное направление – Покровская. С начала суток путинские оккупанты десятки раз атаковали наши позиции возле Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки-Первой, Воздвиженки и Прогресса. Захватчики концентрируют усилия в районе Новоалександровки. Но пока россияне вербуют иностранцев на войну, чтобы пополнить дефицит в живой силе, ВСУ работают при помощи западной техники и вооружений. В Харьковской области ВСУ держат активность. Активную оборону на Купинском отрезке и севере региона. В Волчанске уличные бои. Российские оккупанты заблокированы на агрегатном заводе. К ним постоянно пытаются прорваться подкрепления. Но украинские защитники пресекают эти попытки. Это подтверждает местная власть. Идут уличные бои. Действительно заблокированы несколько десятков оккупантов на одном из промышленных предприятий в городе Волчанске. Они пытаются там прорваться, однако все равно несут постоянно потери на том направлении. А так работают украинские аэроразведчики в Сумской области. Захватчики пытались зайти на приграничную территорию Украины. Но их, а также технику и оружие выследили и уничтожили украинские операторы БПЛА. В тонусе держит украинская армия российских оккупантов. И во временно оккупированном Крыму на полуострове произошел пожар на мысе Чауда. Именно оттуда путинская армия запускает шахеды по Украине. Методично работать по целям нашим разведчикам помогает космический аппарат ИЦИ-Ай. С его помощью военные гур сделали уже более 4000 снимков высокого качества. И теперь армии захватчиков сложнее спрятать свою технику. Достаточно посмотреть на еженедельную статистику прилетов по территории Российской Федерации, по оккупированным регионам, по территориям традиции 2021 года. То есть это не разовы. Там один-полтора беспилотников какие-то прилетели. А есть моменты, когда несколько десятков беспилотников, когда ракеты «Дептун», есть другие ракеты «Хаймерсэм». Как сообщил Генштаб ВСУ, всего за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 1220 российских оккупантов. Потери армии РФ в войне против Украины уже составляют 538 060 человек. Также украинские военные уничтожили 4 танка, 19 боевых бронированных машин, 40 артсистем, 22 БПЛА. А также сожгли 45 единиц автомобильной, специальной техники и цистерн. В Украине заработает новое подразделение войск «Силы беспилотных систем». Президент Зеленский подписал указ, которым утвердил соответствующее решение Совета нацбезопасности. Документ уже вступил в силу. Напомню, в Минобороны сообщали, силы беспилотных систем ВСУ позволят поражать военные цели на территории России вплоть до Урала. Словакия поможет модернизировать боеприпасы для Украины, которые закупают в рамках чешской инициативы. Об этом заявил президент страны Петер Пелегрини. Кроме того, глава словацкого государства в ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом отметил, что Братислава оказывает Киеву поддержку, о которой говорят нечасто. Это касается, в частности, поставок электроэнергии. Мы внесем значительный вклад при помощи своих производственных мощностей для успеха чешской деятельности по закупке боеприпасов. Значительная часть из собранных Чехии боеприпасов в конечном итоге будет восстановлена и произведена непосредственно на словацких заводах. Петер Пелегрини, президент Словакии. В ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом. Премьер-министр Нидерландов Марк Рюте станет новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру утвердили послы стран Альянса на заседании Североатлантического совета в Брюсселе. Кто он? Будущий новый глава НАТО и чего от ЭВТВ? От этого назначения ждать для Украины. Смотрите далее. Он мечтал быть композитором и стал одним из самых авторитетных политиков современности. Продержался в премьерском кресле 13 лет. Дольше всего в истории Нидерландов и пережил не один правительственный кризис. Марк Рюте за глаза называют заклинателем и очень искусным переговорщиком. Политику 57. Он принимает уважаемых гостей в большой резиденции. Сам скромно живет в квартире. На работу ездит на велосипеде и раз в неделю преподает уроки истории в местной школе. А теперь возглавит самый мощный военно-политический союз планеты. Для меня большая честь быть назначенным генеральным секретарем НАТО. Альянс является и будет оставаться краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Возглавить эту организацию – ответственность, которую я воспринимаю со всей серьезностью. Я благодарен всем союзникам за доверие. Стойкий союзник Украины и беспощадный критик России. С начала большой войны Марк Рюте четыре раза посещал Киев. Именно под его руководством Нидерланды стали одним из лидеров по поддержке Киева среди стран Европы. Именно Рюте поддержал передачу украинским силам обороны, артиллерии, дронов, боеприпасов. А в последние месяцы в должности премьер-министра он подписал соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. От Амстердама Киев получат и первые истребители F-16. Марк Рюте убежден – поражение России на поле боя – единственный путь к установлению мира в Европе. Новый генсек поддерживает и членство Украины в НАТО. В борьбе за правду и справедливость мы стоим рядом с Украиной бок о бок. Здесь и сейчас мы продолжим оказывать военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Ищем другие способы, как помочь. Украина должна победить. Убежденный атлантист Марк Рюте почти сразу стал фаворитом среди кандидатов на пост нового руководителя НАТО. Он сам предложил свою кандидатуру и быстро заручился поддержкой ключевых членов альянса. Против его назначения до последнего выступали лишь три страны – Венгрия, Словакия и Румыния. Но и их позицию все же удалось переломить. Страшная война в Украине, которая влияет и на нашу безопасность, нестабильность в мире, повлияла на мое решение. Кроме того, у меня была поддержка среди других политиков, которые были убеждены, что я мог бы это сделать. Так что я начал думать о должности еще прошлым летом и предложил свою кандидатуру. Новому генсеку НАТО придется преодолевать немало вызовов. Продолжать поддержку Украины, сохранить единство стран-союзниц, противостоять популистам, усиливать обороноспособность НАТО. К новым полномочиям Марк Рюте приступит с 1 октября, а до этого времени обязанности продолжит выполнять Йенс Столтенберг. Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ еще к ряду прокремлевских порталов, которые прославляли преступления, совершенные Россией, и распространяли российскую пропаганду и дезинформацию. В ходе проверки установили, что много сайтов используются для поддержки агрессии РФ, в частности для распространения искаженной и ложной информации о войне России против Украины. Также ресурсы пытались оправдывать военные преступления Путина и Российской империи. Теперь интернет-провайдеры должны запретить доступ к этим сайтам. Напомню, ранее Латвия заблокировала уже десятки порталов, которые распространяют контент, угрожающий национальной безопасности страны. Новые санкции в отношении Беларуси согласовал Евросоюз. Об этом сообщило бельгийское представительство в Совете ЕС. Эти ограничения должны закрыть самую большую лазейку для Российской Федерации в обходе санкций. Ведь именно через Беларусь она наладила основные пути поставок товаров, на которые наложены ограничения. В новый список войдут товары двойного назначения, в том числе чипы, которые используются в бытовых приборах, а также передовые технологии и военная продукция. Напомню, позавчера Европейский Союз также ввел 14-й пакет санкций в отношении России. Он, в частности, впервые затронул транспортировку сжиженного природного газа. Украина – это рамштайн для порабощенных народов в России, уверены участники антиимперского блока народов. Только победа Украины над Российской Федерацией и полный распад Кремлевской империи даст возможность десяткам народностей навсегда избавиться от российского гнета. Сегодня основная цель организации – борьба за гарантированное международными пакетами права на самоопределение всех народностей и наций. Напомню, 21-22 июня в Литве состоялся первый всемирный конгресс антиимперского блока народов, собравший делегатов национально-освободительных движений порабощенных народов России, а также лидеров антиимперского фронта и из других государств, в результате которого была подписана Каунарская резолюция, которая определяет стратегические задачи и принципы деятельности АБН. Это касается не только конкретно наций, но и конкретных территорий, которые населены в том числе этническими русскими, такими как Урал, например, или Сибирь, или Дальний Восток. Мы считаем, что эти территории так само эксплуатируются имперским центром и не в их интересах людей, которые там живут, умирать на территории Украины за какой-то мифический русский мир, который больной Путин придумал в своей голове. Поэтому мы принимаем к себе всех. У нас платформа открытая. И башкорты, и татары, и чеченцы, и карелы, и другие народы, народы, которые временно порабощены московским режимом. Вторая горизонталь – это наши комитеты, которые мы создали в разных цивилизованных странах на разных континентах. Это американский комитет, британский, кавказский, балтийский, грубо говоря, где мы проводили свой конгресс. Уже заложен план совместной деятельности в разных странах. Он будет направлен, во-первых, на поддержку Украины, поддержку борьбы Украины и достижения победы. Это будет общая победа. Второй пункт главной задачи – это формула победы не только, грубо говоря, границы 1991 года, но и развал окончательной Московской империи. В России рекордные сроки судят военных, которые отказываются воевать против Украины. Открывают около тысячи дел в месяц и выносят по 35 приговоров ежедневно. О судах над дезертирами и о том, как снова отправляют на войну только вернувшихся с фронта, смотрите далее. С начала полномасштабного вторжения России в Украину уже свыше 10 тысяч российских военных обвиняются в отказе от службы. Журналисты издания «Медиазона» пришли к такому выводу, проанализировав уголовные дела. Но уверяют, на самом деле их может быть гораздо больше. С начала мобилизации осенью 22-го военнослужащим в РФ запретили увольняться со службы. Поэтому большинство обвинений сегодня в самовольном оставлении части. Приговоры преимущественно уже вынесены. И суды проводятся предельно просто. За день закрываются по 35 дел. Самая популярная статья – это самоволка. И это самая легкая статья. И по ней проще всего и материалы подготовить быстрее всего. И по ней самая легкая санкция. Почему это важно? Потому что легкая санкция позволяет действительно вернуть человека обратно на фронт, чтобы он продолжал воевать, несмотря на свой отказ. Журналист Дэвид Френкель утверждает, что такие приговоры наиболее популярны, потому что закрыть подобное дело не составляет проблем. Однако судят и по другим статьям. Более тяжелые статьи, такие как неисполнение приказа или уж прямо чистое дезертирство по букве закона, их и сложнее оформлять следователям. Нужно готовить доказательства. Это дольше требует работы. И санкция, которая более жесткая, например, реальное решение свободы на какой-то небольшой срок, не позволяет вернуть человека на фронт. Соответственно, таких дел сильно-сильно меньше буквально на порядке. И хоть человек мог совершить преступление более тяжкое, чем самоволка, отмечают журналисты, суды пытаются больше работать по этой статье, так как люди нужны, чтобы пополнять фронт. И пик уголовных дел об оставлении службы пришелся на май 2024 года, сообщают журналисты медиазоны. За один этот месяц на военнослужащих завели 929 дел. Темп, с которым российских военных судят за оставление части или подобные правонарушения с точки зрения российского законодательства, он постоянно растет. Поэтому, да, сейчас пик, но это не значит, что, например, в июне это число не будет еще больше. Тем временем издание «Верстка» поведало истории военных, вернувшихся с войны в отпуск и не захотевших возвращаться на фронт. Они были готовы понести наказание в суде. Однако их не судят, а силы отправляют на фронт. В российских регионах начали силой отправлять на фронт сотни мобилизованных, которые отказались воевать с Украиной, пишет «Верстка». Те, кто сопротивляется, избивают и связывают. Отказников сажают самолеты под дулами автоматов и отправляют, в том числе, на штурмы под Харьков, не обращая внимания на ранения, подписки о невыезде и назначенные судебные заседания по делам о побеге с фронта. Таких отказников держат заперти без решения суда, пишет издание «Их бьют», пытаясь склонить к возвращению на войну. Изданию «Верстка» удалось выяснить, что тех, кто сознательно отказался воевать, удерживают на территории воинских частей и позднее без их согласия отправляют на фронт. Массово такие карательные высылки начались в мае. Один из адвокатов сообщил, что массово отправлять мужчин, которые уже отказались воевать обратно на фронт, начали, потому что не хватает солдат для боев в Харьковской области. В Украине отмечают День крымско-татарского флага. Это голубой флаг, на нем изображен желтый герб, которому уже более ста лет. Это символ сопротивления крымско-татарского народа всем, кто когда-либо пытался уничтожить их культуру и идентичность. Праздник появился в 2010 году. Традиционно флаг поднимают у здания МИД. В этом году также его подняли на улицах правительственного квартала Киева. Российская армия в оккупированном Крыму прикрывается гражданскими, утверждают эксперты Американского института изучения войны. Оккупационные российские власти безответственно поощряют туризм на полуострове и уверяют своих граждан, что там они будут в безопасности. А военные продолжают использовать оккупированный Крым в качестве тылового плацдарма. Тему продолжат наши корреспонденты. Российские военные во временно оккупированном Крыму целенаправленно размещают военные объекты рядом с гражданскими, чтобы сдерживать украинские удары, уверены аналитики Американского института изучения войны. Они проанализировали данные ракетной атаки на военные объекты на оккупированном России полуострове и пришли к выводу, к жертвам в Севастополе привели действия российских сил противовоздушной обороны, а не результаты нацеливания ракет. Жертвы среди гражданского населения в Крыму стали результатом перехвата России приближающейся ракеты АТАКМС, а не преднамеренного решения Украины о ее нацеливании. Минобороны России признала, что российский перехватчик ПВО заставил украинскую ракету отклониться от траектории полета и взорваться в Севастополе. Из отчета Института изучения войны. Украина не наносит удары по гражданским объектам. Российские оккупанты сознательно пренебрегают безопасностью гражданских, заявил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. В оккупированном российской армии Крыму не может быть никаких фиктивных признаков так называемой мирной жизни, уверены в офисе президента Украины. Это территория, на которой идут боевые действия, та самая геноцидная война, которую развязала Российская Федерация. Крым – это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, которые россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими, которые, в свою очередь, являются гражданскими оккупантами. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины в Телеграм. В атаке на Севастополь Минобороны России обвинила Соединенные Штаты, которые поставляют войсу вооружение. Эта манипуляция, по мнению аналитиков Института изучения войны, направлена на то, чтобы заставить Вашингтон прекратить помощь Украине. В Пентагоне заявили, Украина сама в праве решать, какие цели выбирать в ходе военных операций. В Госдепартаменте США отметили, действия Российской Федерации приводят к куда более ужасным последствиям на территории Украины и сравнение потерь не соизмеримо. Мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне. Мы предоставляем оружие Украине, чтобы она могла защищать свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, в том числе и в Крыму, который, конечно же, является частью Украины. И Россия могла бы остановить эту войну сегодня и положить конец страданиям, вызванным войной, которую начала Россия, если бы она прекратила оккупацию суверенной украинской территории и прекратила нападение на гражданское население. Силы обороны Украины будут делать все для деоккупации полуострова. Россия не может рассчитывать на то, что ВСУ прекратят уничтожать российские базы, склады и другие военные объекты в Крыму. Сейчас украинские защитники готовят почву для ударов после передачи Украине истребителей F-16, пишет издание Business Insider. Крым уязвим. Россияне имеют относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове. А Путину есть что терять, как в политическом, так и в военном плане. Поэтому, если ограниченное количество истребителей может иметь реальное влияние, то именно здесь и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как будет решена проблема с ПВО во временно оккупированном Крыму. Фредерик Мертенс, аналитик ГАГского центра стратегических исследований в комментарии изданию Business Insider. Российскую противовоздушную оборону в оккупированном Крыму силы обороны Украины планомерно уничтожают. По информации Центра стратегических коммуникаций ВСУ, за полтора месяца российская оккупационная армия на полуострове потеряла десятки пусковых установок С-300, С-350 и С-400, больше 15 радиолокационных станций и более десятка пунктов управления. Наша следующая история об украинском воине, который пережил плен, потерял руки и ноги, но не впал в отчаяние и продолжает жить и мечтать. Больше в материале наших коллег. У меня была прострелена эта нога, эта нога была, и осколковые ранения были. В эту руку, ну небольшие такие, рук сейчас просто нет, потому что обморозил руки. Вячеслав Левицкий несколько раз был в шаге от смерти. Вспоминает, как в феврале 2023 года под Авдеевкой ДРГ противника почти в упор расстреляло защитника из автомата, прострелив ему обе ноги и печень. Придя в себя, он семь дней, истекая кровью, при десятиградусном морозе искал спасение в серой зоне. Но наткнулся на боевиков самоназванной ДНР, которые взяли его в плен. Притащили к себе, там сначала санитарки перевязали мне перекисью и бинтами, и ушли. Санитарки только ушли, но одна еще уходя сказала, говорит, я на это смотреть не могу. Я сразу понял, что сейчас будут бить. Так и вышло. Был допрос пристрастии. Такую шайбу мне набили, синяки под глазами были, нос разбитый, саперной лопаткой по голове били. Вместо того, чтобы оказать пленному медицинскую помощь, его три дня жестоко пытали и допрашивали. После этого у боевиков самоназванной ДНР Вячеслава для обмена выкупили чеченцы. Позже он узнал, что были договоренности обменять 60 украинцев на пятерых кадыровцев. Первый командир, который меня увидел, я даже почти дословно могу передать, говорит, Слава, ты такой побитый, с матами он говорит, а тебя еще били, тут не бойся, тебя никто, говорит, пальцем не тронет. Так и было. Получается, меня полностью помыли, переодели, в чистые вещи одели меня. Я еще сутки находился там с молодыми чеченцами, с лобцами. Они что, сами ели, это самое, куриные ножки такие были, пять штук не дали. В госпитале в Грозном защитнику сделали операцию и ампутировали руки и ноги, поскольку ноги были поражены гангреной, а руки обморожены. После трех с половиной месяцев плена Вячеслава обменяли. Его мама Татьяна рассказывает, все это время не знала, где ее сын. Он считался пропавшим без вести. Мы надеялись, что он где-то есть и все. Он уже позвонил, говорит, мама, это я, Славик. Тогда я уже знала, что он здесь, в Украине. Мы приехали утром в семь часов. Психолог встретила нас и рассказывает, что он из плена, чтобы его не перегружали эмоциями сразу надолго. Мы на нее посмотрели, ага, хорошо. А как зашли в палату, больше уже и не вышли. В центре «Суперхьюманс» Вячеславу установили протезы рук и ног. Сейчас мужчина снова учится ходить, а также мечтает сесть за руль автомобиля. Чем будет заниматься после реабилитации, еще не решил. Однако говорит, что сидеть без дела точно не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова